так все мы готовы наслышно да слышно самые красивые грибы клавария бледно-бурая этот гриб растет в хвойных лесах и дубовых рощах несъедобен волос эта труба цвет бывает все лет того коричнево-желтым этот гриб встречается только в астралии бамбуковый гриб на шляпке присутствует слизь привлекающая мух растет в лесах южной и североамерики азии и африки кровавый зуб встречается в еловых и сосновых лесах мы его встречали у нас в карелии звездовик межковидный гриб внешним видом напоминается тогда очень растет кто растет ежовик грибенчатый растет на старых деревьях и пнях достигает размера в 20 сантиметров и веса полтора килограмма он встречается в лесах европы и северной америки бамбуковый апельсин буковый апельсин растет он в австралии на деревьях появляются массово в период с ноября по январь ли раци ля раци ля раци ля раци ля раци это вид встречается только в лесах австралии Лаковица аметистовая растет на влажной почте. Чаще встречается в лесах Северной Африки Евразии. Решетник красный. От мякути гриба исходит неприятный запах, напоминающий запах тухлого мяса. Это помогает ему привлекать мух и других насекомых, чтобы переносить спору. Тремела фукусовидная. Гриб выглядит как изделие из льда, но он мягкий на ощупь. Гриб съедобный и обладает лечебными свойствами. Растет на дуговых ветках и глиновой древесине. Вся красота грибов раскрывается ночью. В темноте они начинают светиться зеленым цветом. Это необычное и красивое явление. Спасибо за внимание. Спасибо, Саша. Так, ребята, что вас удивило? Меня удивили все грибы. Так, еще. Меня удивило, что у всех этих грибов вот такие длинные и родные звуки. Вот. Ну да. Конечно, меня всегда одно и то же удивляет. Откуда они взялись? Такие разнообразные. Кто как думает, откуда взялись грибы? Алло. Да. Саша, тебя было не слышно, если ты что-то говорил. Мы ничего не говорили. А, ясно. Вика, а ты что хочешь сказать? Из земли, наверное. Ну что? Ну, из земли, наверное, грибы. Ну, это да. Это понятно. Но как они вообще возникли? Вот вопрос. Саша, как ты думаешь, как появляются различные такие вещи? Я не знаю. Это же эволюция. Ну вот, я тоже хотел сказать. Нам ученые объясняют, что все это эволюция, эволюция. Ну, а про эволюцию они что говорят, Саша? Это что такое эволюция? Ну, Саша этого еще, наверное, не знает. Ну, тогда ты, Тимофей, немножко подвинь камеру, а то тебя не видно. Просто тут это, сто лет. Вот так тебе теперь видно? Ну, так себе, да, вот так можно, да. Ну, объясни, что такое эволюция? Ну, эволюция, это, ну, как это объяснить? Ну, как ты понимаешь? Да, она точка зрения у некоторых других ученых другая. Ну, в общем, изменения каких-то видов для... Сейчас. Неужели сформулировать. Может, кто-нибудь другой пока что объяснит? Пока я не думаю. Ну, кто знает, что такое эволюция? Ну, все знают, просто объяснить. Все говорят, эволюция, эволюция. Никто не знает. Так, Тимофей, может, ты нам в следующий раз расскажешь? Про эволюцию? Да. Что она такое? И каким образом из нее могут появляться такие чудеса? Ну, например, из этого гриба птичка может получиться в результате эволюции? Как думаешь? Ну, за миллиарды лет, конечно. Не сразу? Если грибу захочется двигаться? Не знаю. Гриб-то из чего же получился? Может, может, гриб из птички получился? Миллиарды или... Ну... Нет. Гриб из птички не получился. Не, ну, птичка и гриб, они не друг от друга произошли, они шли параллельно по... Ну, в общем, у них был общий предок какой-то. Бактерии. Ну, из одних бактерий получились птички, а потом из этих же бактерий получились грибы. Не, ну, птички появились позже всех, грибы пораньше. А птички появились из животных? Ну, наверное, из динозавров. Вот это мне очень непонятно. Как это может быть? Ну, хорошо, спасибо. Таша, было интересно. Так, теперь, Тимопед, ты будешь? Я про напитки, но у меня очень короткое и мало слов. Ну, ладно. Традиционные напитки народов мира. Шутый цай. Этот напиток очень любим монголами, и утро начинается именно с него. Я название не понял. Еще раз название скажи. Шутый цай. Шутый цай? Шутый цай. Интересно. Шутый цай представляет собой чай с молоком и солью, заваренный особым образом. Целые сутки он зрительно насыщается специями, в результате чего получается приятный, сыноватый, вкусный напиток. Бурича. Корейский напиток, который представляет собой чай, завариваемый из обжаренного ячменяя. Небуш. Он популярен в Африке. Из козьего молока и мякоти тыквы делается бушменский напиток небуш. Из тыквы удаляют мякоть, заливают туда молоко и ждут, пока оно закиснет. Атолье. Еще его называют чемпурадо. Происхождение напитка связывают с индейцами. Сейчас он наиболее распространен на территории Мексики. Атолье варят на огне. В состав напитка входят какао, кукурузная мука, молоко, ваниль и сахар. Обычно атолье пьют утром. Ласи. Этот индийский напиток изготавливается на основе йогурта, соли, специи и льда. Чича морада. Будете в Перу, обязательно идите в кафе или ресторан и заказывайте чичу морадо. Напиток делается из фиолетовой кукурузы. Для перуанцев это так же нормально, как для нас делать квас из хлеба. Раньше компот из кукурузы использовали в ритуальных целях, а теперь добавляют туда ананас, корицу, гвоздику, всякие другие ингредиенты и разливают по бутылке. Аоджиру. Японцы, отличающиеся своей оригинальностью, удивили и в плане напитков. Название аоджиру переводится напиток цвета зелени. Он отличается специфическим, не очень приятным вкусом. Основное его достоинство – это полезность. Делается аоджиру из сока капусты в сочетании с другими овощными соками. Спасибо за внимание. Ну вообще, удивил. Ребята, что вас удивило? Меня удивило, что последнее, ну, то, что делается... Глупия, включи, пожалуйста, видео. А, хорошо, сейчас включу. А то как-то так скучно. А, тут не видно, надо свет включать, сейчас я включу. Опять. Меня тоже очень удивил японский сок из капусты. Может, так как-нибудь. У тебя там используется определенная какая-то капуста, необычная. Она как-то называется. Вот. Еще меня удивило, что пьют чай с солью. А, ну, монголы, это у них нормально. И у нас бурячие тоже так делают. И в Гималаях. Ну, называть это чаем же нельзя. Это просто какие-то разные напитки, да? Меня удивил напиток из тыквы. Сначала внутренность удаляют, потом наливают молоко и ждут, пока прописнет. А меня удивило последнее напиток. Спасибо, Тимофей, было очень интересно. Так, кто у нас следующий? Лукия, ты будешь рассказывать? Ну, я сделала домашнее задание. Давай. Хорошо. Сейчас. Мне надо сейчас включить камеру, переключить ее. Как называется река Дау? Она называется Даугула, которая рядом. Ну, я тут чуть-чуть начерчила. Вот тут эти. Каких-то четыре квадратика? Ну, да, это квадратики. Это, кто был на прошлом уроке, помнит, как они... Забыла, как они сейчас называются, но... Ангары для дирижаблей. Да, ангары для дирижаблей. Я начертила, и тут с этой стороны... Или с этой должна быть река. И... И река Даугула называется. Ага, понятно. Это на ней стоит город Рига, правильно? На берегу. Ну, нет. Как бы, она... Даже не знаю полностью. Может быть, и так. Так, так, так. А, по-моему, это латышское название Даугула. А в России она называется западная длина, правильно? Я точно не знаю. Ну, вот я просто рассказываю. Нас в школе в пятом классе по географии так учили. Да, она называется западная длина. А на территории Латвии называется Даугула. Даугула. Интересно. А ты была там, на том месте, где она в море впадает, нет? Вроде бы, была. Как-то странно слышать. Вроде бы. Вроде бы была, вроде и нет. Ну, да. Надо будет спросить. Как бы была там, где река входит в море? Ну, я точно не помню, какая это река была. Поэтому надо спросить. Ну, понятно. Хорошо. А еще что-нибудь приготовила нам сегодня интересного рассказать? Ну, я заболела, поэтому у меня нету больше ничего. Ну, хорошо. Спасибо. Мне очень было симпатично, что ты не забыла и выполнила домашнее задание. Вот. Это очень симпатично. Так. Хорошо. А Анечка, ты будешь рассказывать? Достижения. Самодельный спаделка. Здравствуйте. Да, добрый день. Ну, ждем. Вы подключите. Можно я потом расскажу? Я просто не очень... Так, очень плохо слышно. Кто сейчас говорит? Это ты говоришь, да? Аня говорит, что у нас сейчас с телефона, и поэтому не сможет показать. Просит позже рассказать свой рассказ. Аня, у тебя очень шуршит звук, и поэтому плохо слышно. Пожалуйста, Анечка, начинай. Что-то случилось. Здесь, Аня, микрофон. Так, всем спасибо. Было очень интересно. До свидания. До свидания. До следующего вторника. Так, ну, наверху у нас есть кнопочка, чтобы подписаться на канал. Кто-то еще хочет что-то сказать? Ну, я еще не заберу. Я хочу. С Новым Годом вас! О! Так, подожди, а кто это такой с Новым Годом? Лёва говорил с Новым Годом, а у Луки ручка поднята. Она что-то тоже потом захочет сказать. Так, спасибо, Лёвочка. Спасибо. Тебя тоже. С Новым Годом! Так, Луки, а что ты хочешь сказать? Я не... Сказать... Ну, потому что я не записана, но это не так. В смысле, на следующий раз не записана? Да. Да, давай запишем, а что ты будешь рассказать? Научный факт про отрастают ли волосы, когда ты их отстригаешь. Ну, или становятся они гуще. А, то есть помогает ли это, да? Да. У меня есть такая энциклопедия ошибок, я хочу вам почитать там одну или две страницы, она очень интересная. Луки. Почему у меня не пишется? Значит, значит, помогает ли стрижка лучше, как сказать, помогите растить волосы? Да, растить волосы. Да, растить волосы. Интересная тема. Да. Ты считаешь, что это заблуждение, да? Ну да, некоторые так говорят. Ой, меня в детстве папа всегда стрихнулся, каждое лето. И говорил, что это помогает. Да. Так было. Ну что. Спасибо, Лукия. Всем до следующего раза. Всего хорошего. Хороших каникул. Кто учится в школе. До свидания. 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 До свидания.